БРИКС Я думаю, что ситуация требует, мне кажется, более тщательного и плотного взаимодействия, особенно для стран региона, к которым мы относимся, для того, чтобы действовать эффективно по всем направлениям и с точки зрения обеспечения безопасности, и с точки зрения экономического взаимодействия, корректировки наших действий на международной арене. Но вот всё, что я сейчас назвал, так или иначе, входит в число наших приоритетов и активно развивается. Мы с удовлетворением отмечаем развитие отношений с Турецкой республикой. Всё это происходит, конечно, под руководством и при прямой поддержке нашего друга, президента Турецкой республики. За прошлый год у нас хороший был рост, а в начале этого года у нас произошло некоторое снижение уровня товарооборота. Но мы относим это, прежде всего, за счёт корректировки цен на основные наши товары, экспорт и импорт. Надеюсь, что нам удастся эту ситуацию поправить в ближайшее время, и всё будет развиваться так же, как и в прошлом году. А в прошлом году был абсолютный рекорд товарооборота между нашими странами. Мы с благодарностью констатируем и настрой наших турецких друзей на то, чтобы внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе кризиса вокруг Украины. Хочу поблагодарить и вас в вашем прежнем качестве за поддержку переговорного процесса, за предоставление стамбульской площадки для переговоров с Украиной по урегулированию кризиса. Президент Радоган сыграл значимую роль и в заключении так называемой зерновой сделки. Не наша вина в том, что она, к сожалению, не была продлена. Но знаю также об инициативе президента Радогана по поводу ситуации в Чёрном море. Вы знаете, мы это поддержали, но, к сожалению, в последний момент украинская сторона также отклонила это предложение. Тем не менее, мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой Республики на этом треке и будем остаться с вами в контакте. Мы сыграли вместе очень значимую роль в урегулировании сирийского кризиса. И думаю, было бы правильно продолжать астанинский формат, бороться с терроризмом, делать все, что от нас зависит, для того, чтобы ситуация входила в нормальное русло и на этом важнейшем для нас направлении. В общем и целом ситуация развивается весьма позитивно. Хочу попросить вас передать самое наилучшее пожелание президенту Радогану. Надеюсь, что в ближайшее время, в июле, по-моему, 3-4 вячеслава июля, он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. И у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы. Добро пожаловать, господин господин господин. Прямо горло, господин господин господин. Так что βодите, сказал ли вы, держите своего культуры, Кликин Ю Μалая, благодаря favorите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...